Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите телеканал «Ваше общественное телевидение». В эфире программа «Честь имею» и я, ее ведущий, Алексей Краев. Ну, между такими важными армейскими событиями, как вывод войск из Афганистана, памятный день памяти воинов-афганцев, и предстоящим праздником 23 февраля, мы решили сделать небольшую такую, опять же, творческую музыкальную программу с участием гостя, который представляет это свое творчество. Ну, прежде чем я его представлю, мы посмотрим небольшой видеоклип, а если у вас возникнут в процессе нашей программы какие-то вопросы, пожелания, предложения, вы можете нам позвонить в прямой эфир, телефон прямого эфира вы можете видеть на нашем телеэкране. Вот, и я с удовольствием, прежде чем представить нашего гостя, хочу предложить вам посмотреть небольшой музыкальный видеоклип. Питерский романтик, композитор, поэт, автор-исполнитель Паша Югин. Встречайте! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 И ищу свидания, и ты не ищешь, что уже, лишь прошло, сквозь память и луарь. Есть день, только счастье не купить, есть женщина, но как себя забыть? И дом такой уютный, и теплый, и родной, и в этом доме я живу с другой. Чухает женщина с тобой давно другой, чухает радость, а в душе всегда с окном. Чужое счастье не дороже, ни за что мы никогда. Был и темусь, стало болью сквозь года. Другой гофе мне готовят по утрам, Другой тебя давно ласкать по ночам. Другая жизнь проходит мимо, А может, мы живем чужой, Чужая женщина с тобой давно другой, Чужая радость, а в душе всегда с окном. Чужая счастье не дороже, ни за что я никогда. Был и темусь, стало болью сквозь года. Был и темусь, стало болью сквозь. Был и темусь, стало болью сквозь года. Чужая женщина с тобой давно другой, Чужая радость, а в душе всегда с окном. Чужой счастье не нарушу Ни за что и никогда Была ты музыкой, стала болью сквозь года Была ты музыкой, стала болью сквозь года Была ты музыкой Итак, уважаемые телезрители, как вы уже поняли, у нас в гостях тот самый питерский романтик, автор-исполнитель Паша Юдин. Здравствуй, Паша. Добрый день, уважаемые телезрители. Добрый день, Алексей. Ну, мы с тобой давно знакомы, поэтому не буду тебя тут эфирамбы петь. Значит, вот тебя представил, значит, в эфире Влад Зерницкий. Я так полагаю, он здесь у нас уже был, тоже известный музыкант из Израиля. Я так понял, что эта запись была сделана в Израиле. Да, это запись из Израиля. Ездил к нему в гости, выступал на концертах, на радио выступал. И вот он прислал видеозапись некоторых выступлений, скажем так. На самом деле, меня очень поразил Израиль, если можно вот в России рассказывать об Израиле. Ну, а чушь нельзя. Это в Советском Союзе когда-то была тема закрытая про Израиль. Они были наши, как говорится, почему-то все время навязывалась израильская военщина, как сейчас. Да, да, да. Вот я на самом деле ехал когда в Израиль, у меня тоже, ну, своего мнения не было, ну, страна самостоятельная, Израиль, Израиль, ну, хорошо, да, теплая страна. Ну, где-то как что-то в голове сидит, вот это советское такое, что военщина. Когда я приехал, все совсем наоборот, очень добрые люди, все, кто приезжает с миром, относятся великолепно. Действительно, очень теплая, душевная страна. И люди очень душевные. Поэтому Израиль поразил. У нас передача такая даже, пользуясь тем, что передача, скажем так, честь имею, да? Да, армейского такого. Армейского направления. Хочу сказать, что служба в армии в Израиле, вот не как в Советском Союзе, это почетная обязанность, а это действительно какая-то честь, потому что не все служат в армии, не всех берут в армию в Израиле. И если ты не служил в израильской армии, то дальше никуда не пробиться на хорошую, серьезную работу. Ну, это я говорю, как человек, побывавший в Израиле всего четыре дня. Так как раньше в Советском Союзе в армии, если ты не член КПСС, то ты неполноценный офицер. Да, да. Ну, я всех тонкостей службы в Израиле не знаю, но знаю, что ребята очень стремятся служить. И стремятся служить какие-то действующие войска где-то на границе. Да, ну, Израиль же в постоянной боевой готовности живет, да? Сложная обстановка. Да, вот. Но, правда, у них и служба не так, как у нас. У нас все-таки больше казарменного положения. Они служат днем или вечером, и на выходные, либо по вечерам приходят домой. Это у кого какая служба. То есть у них в этом плане грамотнее, но, конечно, страна меньше. По сравнению с Россией, ну, наверное, в России это сделать глобально сложнее, чем в Израиле. Ну, в общем-то, да. Масштабы нашей страны и ее разнообразие в национальном составе, в культуре, в традициях, понятное дело, что сложнее. Вот. Или как... А там, как Высоцкий пил, там наполовину народа. Да, да, да. Это точно было такое. Ясно. Понравилась тебе туда поездка-то? Очень понравилась, на самом деле. Один раз был, да? Один раз был, первый раз. Действительно, вот я сказал, что глобально изменилось мнение об Израиле. И когда был свободный день, поехал на экскурсию в Иерусалим, посетил храм Гроба Господня, для меня это было, ну, какое-то такое полушоковое состояние, за что мне такая честь, что-то я могу так вот сюда прийти, к святому месту, увидеть все это, поклониться. Как-то, ну, я был очень выдашевлен всем этим. Наверное, я как, сейчас скажу, как маленький пацан в свои 45 приставал к людям на улице с глупыми вопросами. А как у Вас это? А как у Вас то? А почему так? Так. Поразило, что вот, ну, отель, в котором я жил, такой, ну, скромненький отельчик, он на берегу Средиземного моря, да, в зоне туристической. Поразило, что на асфальте, на тротуаре сидят голуби, кушают. Люди идут, никто не идет сквозь голубей, их обходит, чтобы, не дай бог, не вспугнуть. Вот какое уважение даже к птицам. А что говорить об уважении к людям? Нам бы научиться так. Понятно. То есть, действительно, Израиль поразил своей гостеприимностью и добротой. Но, опять-таки, я говорю, как турист, побывавший там всего 4 дня, и все, не более. Тем не менее, распечатление уже сразу хорошее. Да. Что-то, какая-то изюминка там есть. Ну, а мы вернемся к нашему. Да. Баран, ты сам-то у нас служивый человек. Ну, безусловно, безусловно, да. Ну, у нас, в общем-то, наверное, каждый мужчина должен служить в армии. Я тоже. Начинал я службу в автомобильной роте. Так, в общем-то, дальше и пошла вся жизнь с машинами. Пошел дальнобой, до сих пор машины, любовь к машинам. Я скажу так, что не знаю, как сейчас служить, тяжелее или легче. Я знаю, что служить надо. Обязательно. Потому что это не пустые слова, но служба делает из мальчика все-таки мужчину. Это необходимо. Появляется и понимание, и достоинство. Начинаешь трезво оценивать свои силы. Учишься противостоять, учишься принимать решения. Говорят, что в армии за тебя все думают. На самом деле, ну, Леш, ты же тоже военный, да? Ты понимаешь, что думают тогда, когда нужно. Но если ты сам думать не будешь, то ничего не получится. Поэтому я считаю, что смело делаю рекламу. Пацаны, не бойтесь, идите служите. Это надо. Действительно надо. Не пожалеете. Сначала будет тяжело, втянетесь. Зато потом на всю жизнь останется в памяти и будете этим гордиться. Так, Паш, ты мне счет потом за рекламу армии не предъявишь после программы. Ну, это же реклама Родины и вооруженных сил. Это необходимо. Я в шутку говорю. А так, действительно, в твоих словах, ну, наверное, сплошная истина. Ну, так должно быть, да. У меня здесь разные люди бывали, даже те, кто по своим каким-то физиологическим там параметрам, ну, по здоровью не мог в свое время отслужить в армии. Даже они, те говорят, что надо служить, хоть они там и не служили. Вот, ну, по сути, ты прав, что служба в армии закаляет человека. Закаляет, да. У нас немножко потерялось, там, ну, дедовщина, да, повлияла. Потерялось вот это вот советское время до войны с Великой Отечественной, после войны, когда люди действительно, вот как в Израиле, стремились в армию. Это была честь. Ну, даже вот фильмы такие, солдат Иван Бровкин. А мы тебя в армию не пустим, да. Трагедия. Трагедия, да. Как вот мне рассказывал отец и дед покойные, это действительно было. Вот сам я это, конечно, не застал по возрасту, но своим родственникам я верю. И вот так бы сделать сейчас. Вот ту же идеологию бы сделать сейчас, вот такую, которая была. Мы обязательно пойдем к этому думанию. То есть даже творческому человеку, который, по сути, в душе своей, там, поэт, художник, музыкант, скульптор и так далее, она абсолютно не мешает, а наоборот. Леш, ну, любой человек творческий или какой-то там умственной профессии, или работающий руками, все равно он живет в России, а Россия одна. Все равно должен быть какой-то патриотизм, и он есть. Тем более я-то родом, и ты тоже, мы родом из Советского Союза. У нас идеология еще та, мы ее помним, и она навсегда останется. Поэтому для нас Родина — это что-то святое. Я готов поехать отдохнуть куда угодно, поработать куда угодно. Но я все равно вернусь домой, в Россию, потому что, ну, здесь корни. Да, это наши, здесь родители, здесь, да, здесь друзья, дети. Без этого невозможно. Паш, после армии, вот, как твоя так, коротко, судьба? Я так, краем, два слова, ты дальнобойщик был там, и сейчас ты занимаешься. Да, так случилось, что я ушел на трассу и поработал дальнобойщиком какое-то время, лет шесть или семь. У меня как-то, Леш, вот назад смотрел, все стерто, потому что я мечтал стать артистом эстрады, да, и осуществилась мечта идиота, вот буквально, ну, действительно, как какая-то сказка получилась. Выступать начал всего так, публично, сильно, серьезно выступать начал только года четыре назад, но зато вот сейчас есть чем гордиться, что в Петере на протяжении трех лет один, а то и два сольника каждый месяц проходит обязательно. Вот эта маленькая победа такая, своя, но на самом деле это, я говорю так, победа, это огромное спасибо, что люди приходят на концерты, потому что, ну, если бы вас не было, то перед кем выступать? Спасибо огромное за это. Понятно. А ты вот, кроме того, что поешь, я знаю, что ты еще и какие-то театрализованные спектакли участвуешь. Ты что-то заканчивал, какую-то театральную... Нет, нет. У тебя свое, как говорится, видение в театре? Ну, я... так получилось, что у меня нет специального музыкального образования, ну, в плане музыкальной школы или какого-то музыкального училища. Оно есть, я занимался долго с репетиторами за деньги, потому что хотелось просто получить. Образование получил дольше, чем в обычном виде получал, дольше, чем в школе, но зато я получил более углубленное в тех направлениях, которых мне надо. Например, я изучил, кроме фоно и гитары, еще и звукорежиссуру, изучил звукозапись. Работал, так, по совместительству в театрах. Вот детский театр «Львенок» до сих пор жив, и дай бог, чтобы в театре работал. Работал там звукорежиссером, делал музыку для каких-то таких мероприятий театра, да, для спектаклей. Поэтому как-то так получилось, что я связан немножечко со стороны, с драматическим. И первая моя попытка была вот такой, у меня есть креативная программа концертной «Исповедь дальнобойщика». Это еще не театрализация, это первая попытка моноспектакля, когда один на сцене, и песни, монологи, ну, в купе поезда человек сидит, размышляет о смысле жизни. Программа достаточно тяжелая, психологическая, потому что там и работа дальнобойщика, и война, и немножко политики, и, безусловно, любовь. То есть все стороны жизни обычного человека, вот, когда он сидит, сам с собой рассуждает и оглядывается назад на свою жизнь. Ну, можно же рекламу свою концерту сделать, да, это как в порядке вещей, да? В пределах разумного. В пределах разумного, да. Ну, вот как раз про театрализацию задумал. Ну, мы связались с Сашей Каштановым, Александром Каштановым. Он писал молодежную музыку, был диджеем, наверное, многие знают Александра Каштанова. Сейчас пишет более серьезные песни. И мы с ним задумали сделать такой музыкальный спектакль. Я не знаю, как правильно назвать. Мюзикл, музыкальный спектакль. Но вот 24-го числа у нас будет первый показ этого действия. Оно рассчитано всего там на 50 минут. То есть это просто песни и такая легкая театрализация двух людей, не имеющих театрального образования, но имеющих опыт и желающих это сделать. Понятно. То есть в наше время это стало доступно. И раньше, наверное, нужно было, чтобы спектакль какой-то там, корочки какие-то иметь. Я вспоминаю с молодости ребята, кто даже в ресторанах работал, учились в каком-нибудь просвет училище, чтобы только корочки получить. Да. Сейчас же не надо в переходе подземном покупать дипломы. Да, сейчас, конечно, все по-другому. Все более открыто. Почему я делаю такие театрализации? Наверное, потому что одни и те же песни, концертов много. И люди часто приходят, ну, скажем, не одни и те же, но есть люди, кто постоянно приходит на концерты. Вот чтобы им было интересно, каждый последующий концерт, он не должен быть похож на предыдущий. Поэтому я пытаюсь ищу какие-то новые формы. Ну, назвать это чисто драматическим спектаклем, наверное, я не смогу, но вот такой вот мюзикл эстрадного артиста. Ну, все-таки с театрализацией уже, да? К 23 февраля что-нибудь у тебя планируется для наших защитников? Вот это и есть. Вот это и есть такая театрализованная программа. Она будет 24 февраля, потому что 24 выходной, чтобы люди могли спокойно отдохнуть. Безусловно, тема войны, тема конфликта поколений в этом спектакле. Конфликт поколений. Я старше Саши, Саша моложе у меня, соответственно. Вот он, как поколение, известный всем. И сходимся мы, в конце концов, на Великой Отечественной войне, сходимся на родителей, сходимся на боги. И сразу возникает взаимопонимание. То есть, в принципе, обычная жизнь. Понятно. Где и когда? Это будет 24 февраля. Концертный зал ресторана-театра «Драма и комедия» около метро «Лесная». Можно ввести мое имя Паша Юдин в интернете, там на сайте или ВКонтакте. Все это всегда есть. Интернет – великая сила. Да, сейчас, сейчас. Не надо там вставать адрес, все это название. Да, да, да. Просто имя вводишь, и сразу же вся информация. Паш, ну, я хочу еще пожелать, чтобы твои все начинания творческие всегда заканчивались успешно, чтобы люди к тебе ходили на концерты. Спасибо, Решет. Я знаю, что благодаря Паше Юдину он вокруг себя собрал довольно много талантливых и, ну, как бы сказать, не имеющих возможности куда-то пробиться на большую сцену людей. Проводит различные мероприятия, концерты. И за что, я думаю, от имени всех наших ребят тебя можно за это поблагодарить. Спасибо, Леша. Ну, на самом деле, это просто интересно. И ребятам интересно, и мне интересно, и зрителям интересно. Конечно, потому что все достает одно и то же. Ну, Паш, программа потихоньку заканчивает, чтобы мы еще успели посмотреть еще один твой израильский видеоролик. Несколько слов в преддверии праздника, наступающего нашим телезрителям. В преддверии 23 февраля, дорогие друзья, я хочу поздравить не только мужчин, но и женщин, просто всех людей. Пожелать самое главное трех вещей – любви, здоровья и, безусловно, мира. Потому что будет мир, будет все остальное. А чтобы был мир, нужна просто любовь. И Бог в сердце. И все будет хорошо, мирно и спокойно. Настоящий мужчина никогда не забывает два слова сказать о женщинах. Как же бежать? Мир создан мужчинами. Спасибо тебе огромное. Леш, я в преддверии конца передачи хочу тоже сказать, мне очень нравятся твои песни, у тебя очень много военных песен. Вот иногда, не часто, но и нередко, но слушаю их часто. Спасибо. И спасибо тебе, что приходишь на концерты и участвуешь в концертах. Спасибо. У нас в гостях был Паша Юдин, питерский романтик, автор-исполнитель. Мы благодарим его за то, что пришел. И прощаемся с вами. На прощание дарим еще одну лирическую песенку. Она больше сатирическая такая, как я там сказал, в Израиле часто говорю, полусерьезная, полушутливая песня. Песни идут в живом звуке, то есть это не студийная запись, это концертная запись, как она есть снята. Это было израильским телевидением. Ну и слава Богу. Ну а мы с вами прощаемся. Я Алексей Играев. Программа «Честь имею» и наш гость Паша Юдин. Всего доброго. До свидания. Мира. Спасибо. Молодцы. Мне сорок, тебе двадцать два. Моя голова седа. А ты еще молода. Пойми, мне сорок, тебе двадцать два. Шутница судьба нас вела. На сердце любовь зажгла. Почешет язык молва. Ему сорок, а ей двадцать два. Маленькое чудо, вечная любовь. Маленькое чудо, закипает кровь. Маленькое чудо из мечты. Маленькое чудо, это ты. Маленькое чудо, вечная любовь. Маленькое чудо, закипает кровь. Маленькое чудо из мечты. Маленькое чудо, это ты. Маленькое чудо, вечная любовь. Я виск, хочу поднять. Ты в школе конспекты внешь. Я жизни пытаюсь догнать. Ты любишь тусовки и флипт. А я тишину и покой. Пью все, что содержит спин. Каждые вечеры днем порой. Мне сорок, тебе двадцать два. Моя голова седа. А ты еще молода. Пойми, мне сорок, тебе двадцать два. Маленькое чудо, вечная любовь. Маленькое чудо, вечная любовь. Маленькое чудо, закипает кровь. Маленькое чудо из мечты. Маленькое чудо, это ты. Маленькое чудо, вечная любовь. Маленькое чудо, закипает кровь под порой. Маленькое чудо, извище, Маленькое чудо, это ты.